Рейнбека и Абая, БРТ по типу Тимирязева. Потом второй вопрос, можно ли по Тимирязеву оставить БРТ по центру, как сейчас, а не на краях, как вы предложили на прошлой встрече, чтобы мы не стояли в пробках. Сотни тысяч алматинцев и студентов КАЗГУ, КАЗНМУ. И еще такой вопрос, после Фулина Гоголя недавно был дождь, и там все-таки плавало все-таки. Все было плавало, реки текли, можно ли как-то тоже решить этот вопрос? Спасибо, вот у вас такой широкий профиль всего, я пойду сейчас отвечать вам. Первое, вопросы, связанные с велодорожкой по Сейфулину и с запуском, возможно, по БРТ. Нет пока, по велодорожкам, да, мы оценили возможности эффекта. Два варианта есть, вы знаете, у меня летом, в хороший сезон с места, жалобы на самокатчиков, правда же? О том, что они все ездят по отадуарам, сбивают людей и так далее. Поэтому Сейфулина это пилотный проект. Давайте посмотрим, пробки на Сейфулина мы по замерам, которые делали, они были и до этого. И на самом деле, дополнительным пробкам она не способствует. Могу ответственно заявить, потому что, понятно, мы включили систему Сергея, замеры, количество транспорта, проходящего в часы, пик особенно и так далее. Поэтому мы посмотрим, как она будет работать, но считаю, что решение было продуманное и мы будем это продолжать работу по Сейфулину, проверим и не только в зимний период, еще вот весенние, летние следующего года и определимся. По поводу БРТ. Имел честь сам проехаться, специально поехал, снизу взял и поехал по БРТ. За пять лет реализации проекта, я не говорю, что это плохо, тут меня тут обвинили во всех смертных грехах меня, о том, что доставим что-то хоть 4 миллиарда тенге закопать, которые положили на эту БРТ. Но проблемы очевидные есть, и даже инициаторы проекта, проект не завершен за пять лет. Вопросы, как вы задали вопросы казну, там и главная затыка, потому что сделали переход на земную смесь, которая не регулируется, и из-за этого смесь проблемы. А вопрос того, что там надо решать проблему, если БРТ запустили, должны быть интервалы соответствующие, правда же, подвижной состав должен быть адекватный быть и так далее. Этого нет сегодня. Я лично прождал 33 минуты, 32 маршрут, потому что 4 автобуса не вышли на маршрут. У нас нету запаса, оказывается. Поэтому мы вот собираемся в следующем году, начнем в этом году, купим 300 дополнительных новых автобусов для города и 100 троллейбусов для того, чтобы как-то решить проблему и снизить, сократить интервалы движения. Поэтому проблема БРТ не в том, что сегодня она и ездит. Я сделал специальный замер даже, сколько мы ездили.